Сегодня мы гуляем по омским кладбищам и изучаем мир Некрополя. Смотрим, как омские художники переживали период самоизоляции и в каких красках отражали реальность. Отправляемся на гаражную распродажу и выясняем, какой он – дизайн мышления в период пандемии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый человек стал немножко ближе к себе. Тогда была действительно эйфория, потому что только писали, больше ничего не делали, никуда было нельзя. Ходить некуда, ездить некуда, общаться не с кем. Приходится только стоять у Мольберта, думать, воплощать свои замыслы один за одним. Все, он устал, ему уже ничего не надо. Он отвернулся к стенке, отгородился окончательно от этого мира. Вот эта самоизоляция драматично переживалась художниками. Они не в радужных тонах. А надо ли это? Ради чего? А стоит ли рисковать? Бесконечная беготня прекратилась, и можно было сосредоточиться на себе, на творчестве и на близких людям. Это время какое-то светлое, мечтательное. Это все равно весна, это цветение природы, возрождение новой жизни. Ну, конечно же, это вечные ценности, это взаимоотношения, это переосмысление, это тихая жизнь вещей. Сгущенка. Сгущенка, натюрморт, обыкновенный завтрак. С введением режима самоизоляции в моей жизни ровным счетом ничего не изменилось. И, собственно, это позиция очень многих художников. Целый день хорошо сидится дома, время свободное, чем-то можно заняться, никуда далеко не нужно идти. Ну, совсем скоро либо все вернется на круги своя, либо совсем скоро все вы привыкнете. Все хорошо, наверное. Я не знаю, может быть, или делаю вид, что все хорошо. Я не думаю, что жизнь не будет прежней, потому что мы прежние. Да, хранение – это важно, но для кого мы храним? Для кого мы храним? Самоизоляция – время, о котором нельзя молчать. Собственно, мы и не молчим. Мы даем каждому художнику возможность высказаться. Первые гаражные распродажи появились в Америке. Американцы распродавали со скидкой свою старую одежду, обувь, предметы интерьера, которые занимали место в чулане или гараже. Отсюда, кстати, и название «Гараж Сейлз». Такие мероприятия проводились не столько для заработка, сколько для неформального общения среди соседей и прохожих. Мы соскучились по живому общению. Мы соскучились по живым тусовкам, можно сказать, да? Мы соскучились вот по таким встречам. Ну, действительно, походить по рынку – это же классно. Поторговаться, посмотреть, пощупать. Примерочное у нас прямо. Мы шутили с ребятками. На картоночке закрыли, там постояли все, помним, там омскую автовку. Но здесь просто намного выше уровень. Здесь не было каких-то перекупов. Здесь интересно. Я сделал сам, я придумал сам. Я вложил душу в этот проект, да? Я вложил душу в эту вещь. И это самое ценное. Сегодня здесь дизайнерская территория. Но организаторы уверены – в будущем каждый сможет принести свои вещи и поучаствовать в гаражной распродаже в роли продавца. Меня приняла девушка. Мы только пришли. Пока нет, мы пока от журы умираем. Я собираю активные визиточки. Все направлено по сути своей на то, чтобы поддержать ребят, которые что-то делают, которым очень сложно пришлось в кризис, чтобы помочь им как-то немножечко выбраться, чуть-чуть раскачаться, скажем, и как-то о себе заявить. Здесь, как и на любом рынке, спрос определяет предложение. Но критерий успеха – не количество проданных вещей. Дизайнерской мысли требуется признание. И для участников куда важнее реакция публики, общение и движение на одной модной волне. А я первый раз в этом участвую, поэтому для меня это вдвойне приятно, скажем так. И я хочу, чтобы более широкая аудитория, скажем так, увидела мои вещи и побыть здесь, быть частью этой тусовки – это круто. Вот, знаете, вот одну, если вещь продам, это будет уже круто. Ну, а если больше, блин, я буду счастлива. Вообще, мне просто хотя бы хочется побыть здесь и по ту сторону баррикад. Не в качестве покупателя, а в качестве продавца. Пришел, так сказать, подзарядиться немножко энергетикой этого всего. Ну, я думаю, будет круто. И в любом случае, любые выставки, которые проходят в наших городах, любые перформансы, которые проходят, это должно быть интересно. Ну, и я думаю, что людям должно быть интересно это все. На самом деле, чтобы так скрасить, вот какой-то негатив убрать, и вот все-таки молодцы ребята, то, что они делают, и я поддерживаю их целиком и полностью как художник. Я думаю, что это просто необходимо делать, потому что молодежь, которая у нас сейчас процветает, достаточно интересная молодежь, и которая тянутся к этому всему, которая хотят сами себя реализовать. Дизайнерские кошельки, картины, сумки. У всего этого, как и у вещей, завалявшихся в кладовке, есть своя история. Разница лишь в том, что это не пережитки прошлого, а современное искусство. Не атрибут бабушек, а модный аксессуар. В 2020 году тканевая сумка обрела новую жизнь. А мечка Ксения Романенко уже около года создает стильные шоперы. От картин эпохи Возрождения до кубизма и поп-арта на авторских полотнах оживают известные копии Леонардо да Винчи, загадочная Фрида Кала и даже Мэрилин Монро. Я подумала, что я могу сделать как художник и что мои друзья могут сделать для природы, для нашего окружающего мира. И мы поняли, что мы хотим делать вот такие вот креативные шоперы, для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. Свою первую сумку Ксения сделала из обычного холста. Как правило, шоперы шьют из натуральных или переработанных материалов, текстильного крафта, газет или журналов. Сейчас основной тканью для Ксении стал лен. Он хорошо держит краску, долговечен и удобен в быту. В работе Ксения использует технику линогравюры – особый вид печатной графики. Первым делом создается эскиз. Затем с помощью штихелей художница умело переносит тонкие линии на линолеум в зеркальном отражении. На готовый рисунок наносится краска. Еще пара движений и изображение появляется на ткани. За все время Амичка выпустила около полусотни шоперов. А в скором времени появится новая коллекция. Творческая фотосессия не так давно прошла на Зеленом острове. Наша коллекция в этот раз несет себе такой подтекст, что это про внутренний мир, про отражение, про красоту внутреннего, не только внешнего. Вот сейчас мы ведем съемку рядом с водоемом, потому что вода, она тоже как зеркало своего рода. Однако, чтобы отказаться от пакета, не обязательно покупать авторский шоппер. Его заменит любой рюкзак или авоська, которую, к слову, можно сделать и самому. Ксения отмечает, что сегодня все больше Амичей отказываются от пластика. Немногие знают о том, что в Омске возможно вести экологичный образ жизни. И, например, мне бы хотелось сказать о том, что в Омске есть такая компания «Мобильприем Омск». Существуют различные пункты, к которым можно принести отходы, которые можно переработать. Отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно бумагу. Эти ребята занимаются еще тем, что образовывают людей в этой сфере, так сказать, рассказывают, что перерабатывается, что не перерабатывается. Податься модным трендам или помочь природе – каждый выбирает сам. Но, бесспорно, универсальный шоппер станет отличным дополнением к гардеробу, а авторские принты украсят любой образ. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в наш концепт-стор. Расскажите, почему фишка именно концепт-стора? Фишка концепт-стора в том, что это не обычный магазин, как принято пониманию всех. У нас вообще… Мы за общение с клиентами, за общение с покупателями. Мы про локальную историю, про какие-то маленькие омские бренды, которые мы собрали в одном пространстве. Вот она наша база, ее не так много, потому что она у нас очень популярна. Это бренд называется «Веревка». То есть это все омское производство. Я сама обожаю, у меня практически все есть отсюда. Да, это костюмы, которые можно миксовать, например, с брюками, разные топы, также с футболками и вот такие лонгсливы мои самые любимые. Как коронавирус сказался, собственно, и на ваши прибыли, и, в принципе, на вашей жизни вот сейчас? Ну, на самом деле, конечно, пандемия сказалась сильно на нас, нам приходилось закрываться. Смогу рассказать про мой бренд украшений Linkin Park. У меня появилось много вдохновения на самом деле, и у людей появилось такое стремление к украшательству. Это как эффект красной помады в военные времена, то есть когда неожиданно люди стали покупать красную помаду, хотя у них не было денег. Если говорить конкретно о употреблении вещей, то сейчас конкретно на спад пошло так называемый fast fashion, когда модные тренды, которые вот только сейчас появляются, они быстро проходят, на это уже люди меньше обращают внимания. То есть люди хотят купить вещь, которая прослужит им долго, и они гонятся сейчас за качеством скорее. Я вот из деталек собираю уже как дизайнер изделия. Очень тяжелая? Ну да. А вес это надежность? Да, на самом деле она тяжелая стали, и она очень прочная, и не темнеет, не окисляется, гипоаллергенная, что немаловажно. А можете вот, допустим, сейчас подобрать мне несколько аксессуаров и вот так же завиксовать их? С удовольствием. Я вижу, что вы женщина, девушка, что вы девушка романтичная. Я бы вам предложила что-то, например, с маленькими жемчужинками. Вот, все можно надеть. Можно надеть вот такую каплю. А, это еще и даже не нужно ничего прокалывать, а просто вот... Да, не нужно прокалывать, сейчас я покажу. Вот все как подходит друг по другу, очень классно. Ну-ка, давай, щелкните меня, чтобы я запомнила, какая она красивая. Как изменился запрос покупателя в связи с пандемией? Ну вот, как я уже сказала, покупатель больше обращает внимание на качество, на идею. То есть, если вещь несет или какой-то аксессуар, какой-то посыл, это очень привлекает. Есть так называемый ресайклинг, когда ты из уже какой-то готовой старой вещи перешиваешь ее во что-то новое. Естественно, дизайнеры этим пользуются. Это еще было очень давно, когда я училась, до того, как я училась. Но сейчас это происходит, ну, прям новые обороты, естественно. Бренд называется Косер. Девушка занимается этим брендом. Ксюша, вот она привозит эти вещи в основном из Берлина. То есть, она ездила в Европу в секонд-хендах, отбирала, собственноручно, каждую вещь и привезла к нам в Бонск. Вот такие потрясающие винтажные жакеты, разные сумочки. Тут есть и брендовые, и вещи просто ноунейм. Они все с историей, все уникальные. И она очень, да, она подходит к визуалу очень конкретно. Да, то есть, она делала съемки, которые на свои сценники, бирочки, фотографии приложила. Это очень милость. Эскада была... Вот она. Божечки. Да, Эскада была... А что от Бербери? Какого это года? Сейчас модно миксовать такие вещи с историей, с секонд-хенда винтажной, с чем-то базовым, современным. А как относитесь еще к тому, что вот пройдясь вечером даже по улице Ленина, вы не сталкиваетесь с мыслью о том, что вот молодежь вся одинаковая. Все с подворотами, все в кроссовках. И хоть сейчас и такой как бы у нас идет запрос на индивидуальность, но все равно вся индивидуальность сходится к тому, что молодежь покупает футболку с надписью «Провинция». И вот ты идешь и встречаешь четырех людей вот в такой футболке. Это такой посыл, это мерч-принт, который очень любят молодежь. Поэтому, наверное, она и одинаковая. Но все равно люди чуть старше, там, не знаю, начиная от, наверное, 20-19 и старше, они все равно приобретают какой-то собственный стиль. И особенно это заметно, когда здесь вечерком сядешь на стульчике за столиком и рассматриваешь людей. На самом деле у нас очень много красивых людей, стильных, за которыми интересно наблюдать. Они есть, но их не так много. Всем известен Омск как третья столица России или как город-сад. Но знаете ли вы тайны и забытые истории нашего города? Сегодня мы побудем самыми настоящими сталкерами и отправимся в путешествие под землю. Сейчас мы находимся в бомбоубежище под зданием. Такие бомбоубежища располагались раньше в основном на заводах. Общая площадь где-то 1400 с лишним квадратов, рассчитанная на 1200 человек. По назначению убежища не использовалось. Единственное, только здесь проводились учения. Раньше началась между Америкой, у нас холодная война. И тогда появились необходимости строительства таких помещений и бомбоубежищ для укрывания, потому что думали, что начнется ядерная война. У нас в Омске по документам примерно где-то около 300 с лишним бомбоубежищ только в городе и около 200 в области. Если мы в то бомбоубежище попали без труда, по приглашению, то в это бомбоубежище мы будем идти тайными тропами тигеров и сталкеров. И вот такой нехитрый тайной тропой сталкер, мы подошли к бомбоубежищу. Сейчас нам туда, вниз. Вот мы с вами внутри помещения этого бомбоубежища. На ладе настоящее. Рассчитано человек на 100-150. Время пребывания здесь от 3 до 5 дней. Сейчас мы стоим возле фильтрационных установок. Это легкие бомбоубежища. Через него очищается воздух. Здесь стояли электродвигатели. Либо такие были рукоятки, можно было воздух очищать вручную, если, допустим, в какой-то переводе могли отключить свет. Убежище по назначению не использовалось. Здесь максимум проходили учения. Их использовали как просто склады под овощехранилища, под какие-то предметы, то бишь захламляли, нагрязняли. Потом сюда постепенно начали мародеров проникать. Здесь даже можно посмотреть еще некоторые функции. Работают, потому что это можно открыть подачу воздуха, закрыть подачу воздуха. И здесь был как бы манометра какого-то. Можно было смотреть, какое давление воздуха можно было подавать снаружи или внутри. Сегодня мы побывали в двух бомбоубежищах, где сохранность еще достойной. Есть на что посмотреть, что поснимать, что пофотографировать. Но если о таких местах узнают те люди, которым не следует узнать, с ними происходят такие вещи. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы находимся внутри бомбоубежища, которое свои функции уже никогда выполнять не будет. Сейчас это бомбоубежище полностью изстроено, выведено из строя. Это случается тогда, когда о таких местах узнают мародеры, вандалы, которым это неинтересно и не нужно, они просто уничтожают. Это место уже непригодно ни к чему. Просто тлен выжженный на планах. Считается, что город лучше всего узнавать через достопримечательности, вроде музеев или храмов. Однако есть места, которые хранят неизвестные широкой аудитории секреты истории. Это кладбище. Сюда никто не торопится, да и время здесь застывает в камне. Живые деревья, пластиковые цветы, узкие аллеи, скамейки, укрытые мхом. Таков мир некрополя, скрытый под покровом тишины от любопытных глаз. Одно из самых интересных – старое еврейское кладбище. Оно появилось в 1879 году и закрылось для захоронений еще в 1959. Здесь сохранились могилы начала 20 века, что, по словам экспертов, редкость для Сибири. Вот звезда Давида, а рядом советская пятиконечная. Надписи на иврите и русском соседствуют друг с другом. Античные колонны, памятники в виде храмов, урны и даже саркофаги. А вот деревья надгробия в виде пней. В этих эклектичных монументах можно найти бесконечное количество смыслов и символов. Это означает символ рано прерванной жизни. Такие памятники чаще всего ставили детям, умершим рано, подросткам. А еще есть памятники, вот дальше там, моновидные. Это в виде синагогальной кафедры. И на ней раскрытая книга. Это памятники ставили активистам еврейской общины, которые постоянно ходили в синагогу, поменяли обязанности, помогали бедным. Вот как бы благодарность за такую праведную жизнь ставили такие памятники. Прогулка по кладбищу – не патологический маршрут. Некрополи дают понимание значения смерти в социальной жизни человека и позволяют изучать истории семей, сообществ, эпох, говорят эксперты. Так, в советский период была особая стилистика надгробий – металлические пирамиды или бетонные прямоугольники. Они пришли на смену православным крестам. В 90-х, начале 2000-х, все больше стали появляться нестандартные надгробия – монументы из гранита и мрамора. А вот подобные кованые кресты было принято устанавливать еще в царской России. Они заменяли недолговечные деревянные. Некоторые захоронения превращаются в места паломничеств. Так, к примеру, случилось с могилой лидера группы «Гражданская оборона» на Старовосточном кладбище. Здесь нашел свое покоение известный рок-музыкант Игорь Федорович Летов. Он уроженец нашего города, группа «Гражданская оборона». Собственно говоря, именно она ему принесла известность. Егор умер в 2008 году. И вот этот памятник очень оригинальный, такой по стилю, был поставлен уже в 2010 году, в сентябре 2010 года силами его вдовы. Можем увидеть на дереве, кстати, надписи, оставленные молодежью. Ну и, конечно, живые цветы. В России посещение Некрополи пока не слишком популярно, хотя в Москве уже давно существуют экскурсионные маршруты по Новодевичьему и Ваганьковскому кладбищам. Несмотря на то, что такой туризм считается спорным с точки зрения этики, во многих странах он востребован. Так, в Париже существует экскурсия на кладбище Перлашес. Художественная ковка, мавзолеи в готическом или античном стилях. Здесь можно встретить настоящие шедевры погребального искусства. Там покоятся останки Фредерика Шопена, Оскара Уальда, Джима Моррисона. В Венеции на островном кладбище Сан-Микеле тысячи русских туристов ищут могилы Бродского, Стравинского и Дягилева. Сегодня кладбище больше, чем просто место скорби. Это путеводитель по потаенным уголкам истории, где творения скульпторов, архитекторов и каменотесов воплощают в себе дань памяти прошлым поколениям, превращаясь в настоящий музей под открытым небом. Вечер пятницы. Киноманов зовут провести в компании знаменитого американского актера Кристиана Слейтера. Ему предстоит сбежать из тюрьмы и откопать спрятанные 20 лет назад бриллианты. Сбудется ли план, расскажет криминальная комедия, тот, которого заказали. Какой салат принято подавать в бокале? Почему перец называют болгарским? И как приготовить блюдо традиционной русской кухни? Похлебку старомосковскую. В субботу на эти вопросы ответит ведущая телепроекта «Вкусно по ГОСТу» Юлия Боброва. Ледяной ужас обещают любителям триллеров. В воскресенье в эфире продвижения байопик о самом известном киллере в истории Америки. Ричарде Куклинске, замораживающем трупы своих жертв. Их на счету образцового семьянина оказалось несколько сотен. Как попасть в книгу рекордов России и заполучить фото с Арнольдом Шварценеггером? В понедельник расскажет самая сильная женщина Европы Лейла Амербекян. Ученица знаменитого стронгмена Михаила Шевлякова стала героиней программы «Наши люди». Кто изобрел сгущенку? Как отличить настоящий десерт от подделки? И сколько может храниться сладкое лакомство? В производственные цеха и дегустационные залы. Во вторник заглянет ведущая программы «Это работает» Светлана Еловнарова. В среду историк, блогер и писатель Клим Жуков обсудит с ведущей программой деконструкция драму «Огнем и мечом». Фильм стал одним из самых дорогих проектов в истории польского кинематографа и завоевал множество фестивальных наград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова